всем привет сегодня хотел рассказать и поделиться новыми приобретениями это не машина не квартира это ролики вот приехали мне новые ролики и шарики сегодня пойдет разговор только о сдвоенных таких мячиках и о обычных мячиках почему я опять решил рассказать про миофасциальные ролики потому что очередной раз убедился что это очень классная штука и в очередной раз они меня выручили и за две недели я восстановил ту мышцу о которой писал записи я даже сделал вопрос может кто-то угадает до того как выйдет это видео но я решил записать видео чтобы если кто-то столкнулся с этой проблемой они могли первое не форсировать изучение новых новых техник новых силовых упражнений как это сделал я и совершил ошибку и мне потребовалось две недели чтобы исправить очень болезненные неприятные ощущения в мышце которая меня тормозила изучение дальше этой техники сразу скажу это передний вис один из пяти челленджер которые перед собой поставил и форсируя события нагружая себя весами на ногах я сцеплял веса на ногах чтобы быстрее продвигаться в переднем висе и и это было моей ошибкой слабым звеном оказалась задняя нижняя зубчатая мышца которая в общем меня просто остановила и первые два дня я просто не мог даже дышать настолько это было больно я запишу видео об этой мышце опять же я запишу видео о своем опыте о своих ощущениях и о своих опять же как бы это сказать убеждения в том что своими силами при помощи простых и копеечных вещей которые я купил новое сейчас в принципе старое тоже можно избавиться от проблемы за две недели но возможно это может занять больше времени если вы не совсем знакомы со своим организмом со своими возможностями с мышцами и мало работали роликами тогда это может занять немножко больше времени вопросы по этой теме из опыта я могу рассказать как это делал я на протяжении многих лет начиная со своей оперированной спины и так ролики сразу хочу показать как вот такой ролик он мягкий и вот он стал овальными а в нем рассказал прошлый раз и вот новый ролик который вот реально круглый они одного размера то есть за буквально порядка восьми лет я думаю он превратился вот в такой вот этот очень жесткий он конечно же таким не станет и он очень здоровский я начал катать мышцы вдоль позвоночника и просто эффект колоссальный особенно то место которому я не мог притронуться это задняя нижняя зубчатая мышца в первый день я даже не мог теннисным мячиком у стены я тоже покажу как это делал прикоснуться к ней сейчас я продемонстрирую я могу опять вернуться к своим прокаткам в частности в том месте где вот это вот очень важная но очень нежная и в моем случае нетренированная мышца дала сбой вот этот монстр ролик такой же как и этот вот вы увидите насколько они разные немножко шире можно прокатывать спину он тоже очень твердый такой очень твердый большой покатался несколько дней очень понравилось суперский ролик сразу хочу уговориться я не рекламирую никакие ролики никакие магазины сам ими тоже не торгую хотя возможно стоило начать заниматься вот и еще раз повторюсь они абсолютно разных фирм разных форм и очень очень дешевая мячик новое поступление поступление новое приобретение он такой прорезиненный вот мой жесткий мячик которое тоже очень люблю этот принципе одного размера но немножко с ребрышками и пупырышками нашими любимыми и вообще все ягодичные мышцы бывшую видную им прокатывать просто очень суперский и так передний виз свой очень хорошо я в нем пошел как бы прогрессировать как и все наверно кто не является гимнастом там каллистейник мастером и прокалтером как и я не профессионал в этом всем я поставил себе задачу выучить передний виз и ютюбе очень много информации очень много видео по этому поводу вот все я делал все было здорово прогресс довольно таки был неплохой недели две а потом случилось то что случилось я просто остановился это тоже меня отодвинуло назад в выполнении другого челленджа это планш там мне кажется она не настолько играет важную роль эта мышца хотя повторюсь я не профессионал но болевых ощущений я не испытывал перетеневка но все равно это меня остановила и теперь переходя к самому миофасциальному релизу этой мышцы сегодня хочу поговорить только о ней как я это делал и повторюсь за две недели мне удалось сейчас я не испытываю болевых ощущений может совсем чуть-чуть и с завтрашнего дня начну уже активно опять тренировать передний виз не боясь что ее опять сорву назовем так да вот итак что я делал и как я осуществлял релиз этой мышцы прокатка мячиком у стенки это первое потом когда мне стало немножко легче и потому что лично на никакой мячик не даже на теннис не такой мягкий не говоря уже о жестких мячах чтобы прокатать их нормально лежа на спине я не шла вообще речи и релиз я совмещал с растяжкой спины и расслабление определенной техникой в определенной позе расслаблял эту мышцу и вот это комбинированная комбинированная скажем методика или комбинированные действия за две недели я делал это практически каждый день несмотря на боль я просто привык я четыре с половиной года вернее два года из четырех с половиной реабилитации своей спины я занимался с болью первые полгода с невыносимой со слезами на глазах вот поэтому изучив свой организм я знаю до каких пределов я могу идти в болевых ощущениях не будучи профессионалом не изучая глубоко мышцы их функции и все процессы которые в них происходят только на личном опыте не забываем пить воду покупайте вот такие вот стаканы опять же не мои не рекламирую не знаю чьи на них написано вода с другой стороны не видно что будет очень полезным это 400 грамм очень прикольные стаканы всегда напоминают вам что нужно пить воду не торгую стаканы эти воды будет вам счастье начинаем показывать и рассказывать как я боролся со своей задней нижней зубчатой мышцей я покажу на примере теннисного мячика как я прокатывал стоя у стены заднюю нижнюю зубчатую мышцу пока не мог этого делать лежа потом покажу как я делал это лежа уже когда немножко болезненные ощущения и скорее всего триггеры стали не такими активными как были до этого я начал прокатывать уже лежа на тоже на теннисном мячике на мягком сдвоенном и сейчас я могу это делать на твердом сдвоенном ролике и это я тоже покажу вот значит мы я картинку покажу скину картинку локализации данной мышцы мы ставим ролик под лопатку там где у меня были болезненные ощущения это место невозможно было перепутать ни с чем другим и я присаживался вот ролик находится на уровне этой вот мышцы сейчас уже практически я не могу найти этого болезненного места но я знаю примерно где это локализовывалось и я очень-очень потихоньку потому что было очень больно еще прикоснуться я прокатывал вверх и вниз сначала не доходя до этого места буквально чтобы можно было немножко активировать вернее триггера дезактивировать и немножко проработать с мышцами то есть не доходя до болезненной точки когда я смог это делать я уже опускался ниже прокатывал эту точку со временем стал больше больше давить на стенку немножко я тут даже появлялись такие щелкающие звуки возможно было настолько мышечные волокна в определенном месте спаяны что ли как это я ощущал что оно прям вот щелкало то есть я прокатывал это место сначала очень легко потому что было нереально больно потом все глубже более точечно то есть тут можно чтобы не заскучать делать как бы приседы если немножко мячик подымается мы его опускаем чуть ниже хорошо тут даже хорошо и поприседать не мешало бы да и вот сверху вниз немножко вправо влево где вот было ощущение вот этой вот тяжести и я потом круговыми движениями локально как можно дольше я вот пытался воздействовать на на эту мышцу чтобы ее функциональность вернуть в нужное в нужное можно еще ниже поставить мячик то есть как кому совместить приятное с полезным поприседать для меня это полезно потому что один из челленджей поперечный шпагат и там рекомендуется приседания и хорс стенсы так называемые практиковать поэтому для меня это было даже как бы бонусом два в одном то есть вот так вот производился релиз данной данной мышцы стоя забираем мячик обычный обычный теннисный мячик вот можно заменить если есть миофасциальный вот такой мягкий можно им но на первых этапах когда реально мышца потянута что ли вот как у меня я использовал самый самый мягкий вот теперь перейдем на положение лежа а потом я покажу как я растягивал и как расслаблял эту мышцу после после релиза перед тем как начнем прокатывать хочу сказать что вот эти вот ролики вот сейчас они у меня новые очень очень жесткие на плитке на гладкой скользкой поверхности без коврика просто я вчера с него свалился скатился потому что они просто выскакивают поэтому чтобы не травмировать себя особенно особенно копчик или что-то такое они ударятся спиной лучше используя вот такие вот жесткие они хоть и такие на первый взгляд с пупырышками опять эти пупырышки но они скользкие скользят на 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 плитке на поверхности плитки то есть используем используем коврик вот и надеюсь видно по началу когда было очень больно но уже стало не так больно как в самом начале после прокатки мячиком у стены я начал мячик подкладывать надеюсь будет видно тоже в то же место в то же место в районе лопатки внизу я это ощущал сразу потому что было очень больно и опять же не ложась полностью на мячик потому что это невозможно было сделать я вот искал эти болезненные точки и их прокатывал сейчас вот я могу не то чтобы лечь на него могу делать все что угодно это прошло всего лишь две недели от невозможности прикоснуться до практически я думаю полное полного восстановления функциональности мышцы это завтра покажет тренировка переднего виса вот смогу ли я делать то же самое как до этого и вот я могу полностью на нем вот лежать то есть когда болезненные ощущения скажем так по десятибалльной шкале десятка ушла до семерки я начал опираясь на руки прокатывать ту же самую область шкури у стены только уже добавляя силу тяжести и добавляя нагрузку на мышцу это я точечно мячиком воздействовал на нее я всегда прокатываю все мышцы вдоль позвоночного столба своим вот этим уже смятым мягким роликом рад что у меня появился новый жесткий вот я не мог на нем тоже это делать сейчас я покажу потому что позвоночник я всегда прокатываю каждый день вот я смог вначале после мячика тоже опираясь на руки в этой области задерживаться и прокатывать искать точки с локализацией боли вот в этом месте весь весь позвоночник когда уже стал полностью когда я уже болезненные ощущения ушли я смог полностью опять же вернуться к прокатке всего вдоль всего позвоночника и останавливаясь в этой точке уже ну просто уже приятные ощущения что там ничего не болит ну можно все это прокатывать вот и когда мне приехал жесткий мячик такого же размера я покажу потом большой я попробовал и он уже не прогибается так наверное не видно я наверное просто постараюсь спиной извините сразу что буду спиной а так будет нагляднее вот ложимся уже на жесткий сдвоенный мячик так назовем его вот он очень скользит по плитке поэтому это все делать желательно на на коврике и вот когда уже совсем стало не больно я на днях попробовал то есть можно на этом на этом ролике полностью он жесткий очень жесткий вот и он воздействует уже гораздо более глубоко на мышцы но зато теперь можно ним катать и останавливаться в любых местах либо придерживаясь не знаю видно или нет сразу видно по спине что он воздействует хорошо спина мгновенно кровообращение мышц увеличивается то есть он действительно жесткий и хорошо прокатывает все мышцы в частности вот мою уставшую и сорвавшуюся нижнюю заднюю зубчатую вот теперь могу на нем лежать то есть очень рад чтобы он у меня появился большой сдвоенный то есть идем немножко шире от позвоночника и вот когда я на него лег после после маленького я почувствовал как уже немножко дальше ближе вот к лопатке и наружной части спины как идет воздействие более точечно такого воздействия от цилиндрического ролика ну как бы нет то есть это ну как по мне он более такой уже скажем когда вы привыкнете когда вам нужно будет немножко лучше проработать мышцы я просто очень хорошо расслабляю спину после после рабочего дня нерабочего дня вечером перед сном не знаю как это описать словами это очень хорошее ощущение когда уходят все эти ну как бы зажимы напряжения особенно в воротниковой зоне вот здесь вот где трапеция ромборидная мышца ну и если есть боли как у меня были эти дикие боли вот сейчас в течение двух недель после болезненных прокаток ну локально локально как бы ну этой задней нижней зубчатой мышцы прокатать всю спину при помощи цилиндрического ролика на первом этапе а потом когда мне приехал вот этим действительно это очень приятное ощущение и легкость которая ощущается после этого она словами не передается по этому шарику с ребрышками и пупырышками если будет интерес более глубоко узнать как прокатывать душевидную мышцу о которой я говорил в одном из видео что это очень очень капризная важная и коварная мышца которая связана с седалищным нервом и проблемы с ней довольно таки дают неприятно о себе знать если с ней они появляются у многих из нас конечно же эта проблема есть вот это что по поводу прокатки я немножко отвлекся мы говорим сегодня по задней нижней зубчатой мышце и теперь как я после проката когда немножко боль утихала либо когда я уже не мог больше на нее нажимать и чтобы оставить ее в покое и себя тоже я делал растягивающие упражнения и делал расслабление в определенной позе этой мышцы и действительно облегчение наступало и как бы я завершал этими упражнениями этими движениями скажем так процесс релиза на данный день сейчас покажу как я растягивал и расслаблял эту мышцу итак одна из техник которой которой я пользовался это была растяжка мышцы данной после того как я на нее воздействовал роликом используя вот такой вот жгут резинку прикрепляя дверной проем натяжение нужно контролировать потому что чтобы не чтобы не форсировать я его контролировал потому что было очень больно буквально немножко сильнее если я чувствовал натяжение то есть мне приходилось особенно в первые дни его делать минимально я наклонялся вытягивал вытягивал руку в плече то есть вот в таком вот положении согнутом и начинал поворачивать корпус начинал поворачивать корпус до того как я чувствовал натяжение в этой мышце и вот в этой области в таком положении я не увеличивая амплитуду назовем это как бы игрался с положением чтобы очень мягко при помощи отступлений при помощи поворотов держа расслабленным плечом плечом вытянутым было я эту мышцу вот пытался найти место где она тянется и где болевое ощущение все еще ну как бы присутствовал вот при помощи этого растягивающего метода после релиза я несколько минут ослаблял натяжение и потом опять поворачивался опять вытягивал можно это делать постизометрически можно делать вот такими подходами все что я сейчас озвучиваю это из личного опыта как это делал я если нужна консультация врача перед этими манипуляциями то конечно желательно это сделать либо посмотреть на ютюбе врачей реагнитологов которые расскажут как аккуратно чтобы не травмировать больше чем уже травмированная мышца это делать в течение нескольких минут я растягивал эту мышцу при помощи резинки и второй метод который я делал без резинки это метод постизометрической релаксации тоже у меня была поражена болела только с левой стороны мышца поэтому я делал только на левую сторону для этого поднимаем руку где-то на 135 примерно 135 градусов прикладываем ее к колбу локоть обхватываем другой рукой то есть это все на болезненную сторону у меня левая сторона была проблематичной то есть это левая рука обхватываем локоть другой рукой и начинаем делать легкое скручивание до того момента пока почувствует почувствуется боль и натяжение в нижней задней зубчатой мышцы делаем вдох и на вдохе начинаем упираться локтем в руку то есть реально давим на руку не больной скажем руки не больной стороны 5-6-7 секунд на выдохе расслабляемся опять делаем вдох находим это натяжение и давим локтем в руку пост изометрический то есть никаких движений делаем просто давим находясь на месте 5-6-7 секунд выдыхаем расслабляемся и так можно сделать 5-6-7 раз кому как удобно я делал порядка десяти раз потому что мне нужно было это сделать опять же в моем быстром режиме я хотел это сделать быстрее две недели мне понадобилось чтобы релиз произошел данной мышцы вот и завтра как я и обещал я протестирую на переднем висе состояние этой мышцы теперь я конечно же буду гораздо внимательнее относиться к новым упражнениям особенно силовым ну в принципе и с растягивающими тоже нужно быть аккуратным у меня пять челленджей три растягивающих два силовых поэтому чтобы не форсировать и чтобы не отодвигать себя обратно от цели нужно идти к ней медленно но постоянно и с умом все спасибо за внимание надеюсь информация была полезна если возникнут вопросы по неофициальному релизу я с удовольствием поделюсь личным опытом у меня его порядка десяти лет работы с роликами и мячиками и не перестану повторяться не перестану радоваться тому моменту когда я узнал об этих роликах они действительно назовем их так геймченджерами да они меняют многое и без них любой прогресс в реабилитации оперированной спины был бы конечно гораздо длиннее ну в принципе что и было четыре с половиной года спасибо еще раз за внимание и до новых встреч до новых встреч до новых встреч